Генеральный партнер программы новости – производственное предприятие «Меркурий-2». Доступные квартиры в комплексе «Кавказ» от надежного застройщика «Меркурий-2» в курортном районе Анапы. Детские и спортивные площадки, автопарковка, квартиры с видом на море, рассрочка оплаты. Срок сдачи первой очереди – 4 квартал 2016 года. Звоните 48 300. А сейчас время региональных новостей. В эфире телерадиокомпания «Анапа-регионы». Я Ирина Меркурьева. Здравствуйте. Смотрите сегодня выпуски. Считаем дни до открытия. Первых посетителей новый скейт-парк примет уже на следующих выходных. Гарантия безопасности. Почему сегодня особым доверием пользуются услуги казачьих охранных предприятий? Суррогатная отрава. В Анапе администрация города пресекла преступную деятельность еще одной наливайки. В эти выходные в городах и районах Краснодарского края, республиках Крачаева-Черкесии, Адыгеи отметят двойной праздник – 320-ю годовщину образования кубанского казачьего войска и День кубанского казачества. Завтра в праздник Покрова Пресвятой Богородицы казаки, вступающие в ряды Анапского РКО, по традиции будут торжественно приведены к присяге. Именно этот день считается днем рождения кубанского казачества. В Анапе присяга пройдет в Святануфриевском храме. А в субботу анапские казаки примут участие в торжественных мероприятиях и параде Таманского отдела кубанского казачьего войска, которые состоятся в Абинске. Торжества также пройдут в городах и станицах, где территориально расположены отделы кубанского казачьего войска. В местах проведения праздника будут развернуты выставки народных мастеров. На центральных площадях состоятся народные гуляния. В детском центре смены состоялось открытие Всероссийского этапа военно-спортивной игры казачьей сполох и Всероссийской спартакиады допризывной казачьей молодежи. Все подробности в материале наших коллег. Всероссийский этап военно-спортивной игры казачьей сполох и Всероссийская спартакиада допризывной казачьей молодежи не в первый раз проходит смене. Сегодня здесь собралось около 300 участников. Это представители 11 войсковых казачьих войск, внесенных в реестр нашей страны. Я хочу пожелать вам, дорогие кадеты, чтобы за период соревнований вы проявили свои самые лучшие качества. В том числе и самое главное качество – это дисциплина и умение себя вести, как подобает казаку. Очень яркие соревнования, удивительные победы. Дело в том, что все 11 войск – ребята одного возраста, и каждый хочет доказать, что их войско самое сильное, их войско самое смелое и ловкое. Но самое главное, что это дает возможность им подружиться. За две недели юношам предстоят конкурсы по верховой езде, бегу на казачью версту, огневой подготовке, подтягивание на перекладине, перетягивание каната, преодоление казачьей полосы препятствий и многое другое. Участники соревнований клянутся соблюдать все правила и принципы честной борьбы. Ожидаю больших побед, ярких таких событий. И, ну, конечно же, хочу, чтобы все победили. Каждый в свое занял личное первенство в каких-либо определенных соревнованиях. Прежде всего, от своих ребят я жду, конечно, победы, как минимум, первое место. Ну, и остальным, конечно, хочу пожелать, чтобы не сдавались. Всем приятного, позитивного настроя, обязательно на победу. В России планируют ввести казачью охрану гособъектов и даже министерств. По поручению вице-премьера правительства страны Дмитрия Рогозина уже подготовлен соответствующий законопроект. Однако на Кубани этот проект уже действует. Осенью прошлого года губернатор Краснодарского края дал поручение проработать вопрос усиления безопасности социальных объектов казаками. Сегодня только в казачьих подразделениях Анапы на охране учебных заведений работают около сотни человек. Сегодня уже более 40 объектов, которые находятся под охраной казаков. Детские сады, школы, техникумы, безопасность учебных объектов на контроле у двух групп охраны, которые организовала Анапское районное казачье общество в тесном сотрудничестве с администрацией города. Хочется отметить, значит, в лучшую сторону позицию главы города Сергея Павловича Сергеева. Значит, позицию начальника управления образования Натальи Васильевны Микитюк. Значит, это, в первую очередь, Наталья Васильевна Микитюк, это люди, которые понимают, понимают, значит, все реалии, которые происходят. Они с пониманием относятся к позиции губернатора Краснодарского края, атамана Кубанского казачьего войска. И, скажем так, всеми возможными средствами и путями они поддерживают. Они конструктивно с нами сотрудничают. Значит, они нам помогают, они оказывают всяческую поддержку. Но мы, соответственно, стараемся платить им той же монетой. Человек в форме всегда вызывает уважение. Евгений Бородецкий в охранных структурах работает уже более 10 лет. Но только вступив в казачью охранную организацию, понял разницу между обычным ЧОПом и работой в казачестве. Даже форма сразу вызывает уважение и почет. Сейчас он следит за порядком в средней школе номер два. Разница, конечно, огромная. Во-первых, уже и родители, и ученики смотрят совсем по-другому. То есть ты уже как бы не просто охранник, ЧОПовец, как вы сказали, а именно представляешь казачество, губанское казачье, казачье войско. И это налагает особый отпечаток и на нас. В Анапском колледже сферы услуг также несут службу казаки. Но если в школах и детских садах их работа заключается только в охране правопорядка, то в этом учебном заведении с появлением людей в погонах началась совместная работа. В этом учебном году, с 1 сентября, мы начали работать с казачеством в направлении охраны. И поняли, что эти люди и их возможностей гораздо больше. И поэтому мы наладили еще такое направление, как военно-патриотическое воспитание. Помимо того, что человек в казачьей прекрасной форме находится на нашей территории, и это дисциплинирует, плюс к этому сама выправка, само отношение к тому, что происходит в окружающем, в мире, позволяет нашим детям получать навыки, ну даже не навыки, а идеалы такого мужчины в форме. И плюс, конечно, большая помощь в том, что наши и мальчики, и девочки на соревнованиях по физкультуре, на соревнованиях по военно-спортивной какой-то работе, они получают хорошую помощь, практическую помощь, не теоретическую, а именно практическую помощь от казачества, от людей. Новый вид деятельности требует серьезного подхода, решения организационных вопросов, подбора кадров и обучения казаков-охранников. Помимо знания своих непосредственных обязанностей, они в обязательном порядке будут изучать историю кубанского казачьего войска, обычаи, традиции, культуру. В перспективе на территории Краснодарского края планируется полностью отказаться от услуг частных охранных фирм и поручить охрану всех социальных объектов казакам. Работа в этом направлении только набирает обороты. Анапское районное казачье общество проводит набор охранников. За справками обращаться по адресу города Анапа, улица Крымская, 93 или по телефонам в Анапе 450-00 и сотовый телефон 8-918-62-45-111. Скейтпарк в Анапе планируется открыть для посетителей в следующую субботу, 22 октября. Об этом сообщили представители молодежного центра «Ратмир». На днях должна пройти официальная приемка объекта. Сейчас на территории занимаются уборкой строительного мусора. В практически готовом новом скейтпарке побывала наша съемочная группа. Спортсмены для спортсменов. Каждый из строителей понимает, что и как именно нужно делать. Конструкции подняты над землей на 3 сантиметра, чтобы вода свободно проходила. Сделана вентиляция. Фанера пропитана специальным резиновым составом. И наметанный взгляд, где добавить, а где убрать. Николай Мироненко из Озерска, Челябинской области. В бригаде единомышленники из Москвы, Санкт-Петербурга, Нового Уренгоя, Краснодара и Киева. Это был первый парк, который мы строили. Это было 8 лет назад. И когда узнали о том, что есть возможность дать ему реинкарнацию, мы ворвались сюда с огромным энтузиазмом. Отличается радиусами, отличается продуманностью построения линий для исполнения трюков. Конечно же, отличается технологиями, которые мы использовали при строительстве. Теперь он более защищенный и более надежный. Также мы продумываем такие вещи, как удобство и комфортность для жилья людей вокруг. Поэтому он стал более бесшумным. Добровольцы-анапчане помогают прибирать территорию. На днях площадку осмотрел глава города и сделал замечание по этому поводу. Остались последние монтажные штрихи. На днях работу будет принимать специальная комиссия. Отставание от графика приблизительно на три дня из-за дождей. Плюс работа идет не на скорость, а на качество. У управления по делам молодежи на обновленный скейт-парк серьезные виды. В следующем году, именно к летнему времени, планируется открытие нескольких школ экстремальных видов спорта. Именно по BMX, экстремальный велосипед, скейтбординг и агрессивные ролики. То есть здесь планируется воспитывать наших молодых ребят, которые занимаются экстремальными видами спорта. Специалисты говорят, что оборудование прослужит не менее 10 лет. Чтобы не повторилась история с пожаром, скейт-парк будут охранять ночью. Днем здесь будут работать администраторы. Для посетителей его откроют в субботу, 22 октября. Сегодня свой день рождения отмечает Сергей Павлович Сергеев. В адрес главы нашего города поздравительные телеграммы пришли из разных уголков России и Краснодарского края. Дружеские и побратимские отношения связывают Анапу и ее руководителя со многими российскими городами. Но самые искренние и теплые пожелания от анапчан, коллег, глав кубанских городов и районов и, конечно, руководителя региона. Цитирую. Пусть ваши деловые качества, управленческий опыт, профессионализм, энергии и в дальнейшем помогают вам успешно справляться с широким кругом задач по развитию главного детского курорта России, повышению его туристической привлекательности, улучшению качества жизни людей. Председатель Законодательного собрания Краснодарского края подчеркнул, в непростых социально-экономических условиях от профессионализма и управленческого опыта руководителя зависит благополучие в вере на территории. Цитирую. Пусть на этом пути у вас будет все для достижения поставленных целей. Крепкое здоровье, удача, доверие граждан, поддержка единомышленников. Единомышленники – это вся Анапа, ее жители, руководители ведущих предприятий, депутаты. Народные избранники поздравили главу со страницы Анапского Черноморья. Пожелание имениннику высказал депутат Госдумы. Цитирую. «Пусть в вашей работе на благо города-курорта Анапы и нашей родной Кубани будет как можно больше успехов, а в жизни царит атмосфера радости, тепла и дружеской поддержки». Президент Анапской региональной курортной ассоциации обратилась к Сергею Павловичу от имени своих коллег, представителей ключевой в Анапе отрасли. Цитирую. «Работая на посту главы, вы очень многое сделали для его процветания и благоустройства. Пусть в дальнейшем ваш талант, прекрасного руководителя и огромное трудолюбие будут направлены на успешное развитие нашего курорта и повышение благосостояния анапчан. Пусть все ваши начинания воплощаются». Впрочем, поздравления коллег главе Анапы не изменили его графика рабочих будней. Они у мэра Сергеева наполнены решением самых разных вопросов. Иногда приходится вызывать полицию туда, где она должна появляться сама. Борьба с суррогатом алкоголем – все-таки одна из первостепенных задач для правоохранителей всего края. «Это дом, который построил Антипин. А это магазин в доме, который построил Антипин. Незаконный бизнес на таких же незаконных квадратах. Суд уже вынес вердикт снести самострой. Пока приставы думают, как исполнить судебное решение, многоэтажку подпитывают – электричеством, арендной платой с коммерческих площадей. Всему этому давно бы стать предметом внимания правоохранителей, но игнорируются даже более откровенные нарушения». «Это что за магазин? Есть документы, предпринимательство или что? «Хозяин сейчас». «Ну-ка давай. Это что такое? Вот это что такое, а? «Я не хозяин. Сейчас позвоню». «Что это такое? А? Сейчас позвоню хозяина. Вообще не могу сюда идти». «Вы сидите здесь, поэтому и задаю вопросы вам». «Всего лишь работе». «Всего лишь работе». «Сейчас позвоню». «Глядь, барбатуха. Вот это да. Ну-ка давай 02 звони. Звони, звони. «Хозяин придет потом?» «Да не потом, а сейчас. Глянь сюда. Посмотри. Закон нужен, понимаете? Пожалуйста, сюда посмотри. Гляньте сюда». Сообщение в полицию по поводу этого магазина не первое. Он фигурировал в сюжете на федеральном канале о самостроях, прогремевшем на всю страну. Тогда, правда, хозяева успели спрятаться от камер. Нет их и в этот раз. Продавец знает только имя – Миша. Удобный работник. Подчиненному главы обоснованные претензии. Где работа управления торговлей и потребительского рынка, муниципального контроля. «Посмотрите, что он делает. Он хозяин жизни, вы понимаете или нет? И никто не оформляет. И никто с ними не работает. Значит, ключи от кабинетов сегодня моему помощнику. Ваших сотрудников, ваших. Если я завтра кого-то вижу в кабинете, то он тут же пишет заебе. Полтонны суррогата. На это количество вырастут показатели изъятого фальсифицированного алкоголя в полицейских отчетах. Уполномочены выявлять и пресекать. На удивление стража порядка выглядит очень правдоподобно. Вы уполномочены составлять на сериал? На что? Пойдемте, я вам покажу. Где-то что-то уполномоченную. На то что-то. Может быть. Да, уполномочен. Уполномочен. Мини-склад опустел 375 литров в пластиковых бутылках упакованных. Еще 300 бутылок в стекле сняты с полок. И слава богу, их содержимое вряд ли соответствует этикеткам. Эпизод один, но вполне убедительный для того, чтобы остановить эту работу под черным флагом. В Джигинке состоялся традиционный день здоровья. Бесплатные консультации провели специалисты городской поликлиники. Также все желающие, это почти 200 человек, прошли лабораторно-диагностические обследования. На врачебном приеме побывали более 400 селян. Все они получили консультации и заключение специалистов о состоянии здоровья. Проведение подобных профилактических осмотров будет продолжено и в других сельских поселениях муниципалитета. Так, в субботу, 15 октября, День здоровья будет организован для жителей станицы Гостогаевская. Экстренное предупреждение. По данным МЧС, сегодня и завтра в крае ожидаются сильные дожди, порывистый ветер до 15-20 метров в секунду. На реках возможен подъем уровня воды. Управление гражданской обороны и защиты населения предупреждает, будьте осторожны, соблюдайте меры безопасности. А я напоминаю, что генеральный партнер программы новости, производственное предприятие «Меркурий-2» приступило к строительству нового многоквартирного комплекса «Кавказ». Все новости вы можете найти на нашем сайте. Я с вами прощаюсь. До встречи. Доступные квартиры в комплексе «Кавказ» от надежного застройщика «Меркурий-2» в курортном районе Анапы. Детские и спортивные площадки, автопарковка, квартиры с видом на море. Рассрочка оплаты. Срок сдачи первой очереди – 4 квартал 2016 года. Звоните 48 300. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова